Всем привет, вы на канале Нарчащих в Америке, я вам улыбаюсь. Не лайф, а я так и улыбаюсь. Так, мы сейчас в десертном ряду и десертов вообще не видно, почему-то десертов вообще не видно, будем искать и кстати десертов не было в Сэмсклабе, помнишь вот те маленькие стаканчики, я бы если бы увидел, я бы взял их сегодня попробовать. Короче, кому-то захотелось селедочки, зая, есть ли она будет в уксусе, может в Джонс так в Джонс, уже пора уже заехать, она своеобразная, а вот десерты, так слушай, это наверное такие маленькие стаканчики там были или нет? Да, это те же самые стаканчики. Так, короче, я не вижу нормальных десертов, панакота какая-то, блин, зая. Да, это маленький стаканчик. Ну, не такие как в Сэмсклабе, но написано карамель, что будем рисковать одним? Ну а что делать? Или не будем? Сейчас посмотрим. Воду берем. Короче, решили сначала посмотреть, что это за десерт, потому что у нас уже было пару экспериментов, когда мы их пробовали. Это вы, кстати, можете посмотреть у нас на канале. И, в общем, хватило нас только на попробовать, а потом они шли на улицу и, может, находили своего нового хозяина. Поэтому... В холодильник пойдем? Нет, нам ничего не надо. Мы решили сначала посмотреть, что про них люди пишут, а в следующий раз тогда возьмем. Вот. А в Котке посмотреть не можем, потому что в Котке очень плохо грузится интернет. Так, сейчас мы будем брать свою любимую воду по 2,99. Лимит 5 штук, но мы обойдемся четырьмя. Грузим, да? Да. Ну, в общем, если с водой все наладилось, то с туалеткой по-прежнему есть дефицит. Я даже не знаю, бывает она или нет с утра. Но вот там мы ходили, стоят бумажные полотенца, а туалетной бумаги нету. Мы просто для интереса хотели посмотреть, сравнить цену и туда-сюда, и может даже закупить пачку, зацепить. Но не получилось, потому что ее нету, так что такой вот перебой есть. Странно, что полотенца есть бумажные, а бумаги нет. Так, ну что, такое мы ничего, наверное, брать сегодня не будем, займем. Только что вот эти вот, может быть, рыбные палочки или бургеры или нет? Есть в морозилке, не надо. Бургеры есть? Да. Ну, значит... Их и нету, скажем. Их и нету? Вот такие вот дела. А, наши текстильки, да? Помнят и котел. Ну, в общем, как-то немножко с ассортиментом, да. Чувствуется дефицитик некоторых товаров. Тачку, как обычно, с этой водой носят в сторону. Есть у нас один специфический продукт, который мы любим. Который мы купили на второй день пребывания в Америке. Хотели повторить, так сказать, но не получается, нет его. Вот очень вкусные, кстати, вот эти вот, такие вот, как их назвать мне? Ой, куриный пот. Как это назвать этот пот? Короче, вот в этом кексе куриный суп-пюре. 9,99 за 8 штук. Очень сытная, очень вкусная штука. 10 штук. О, наши мячики. Так что, берем? Короче, нашли наши любимые мясные мячики. 16,99 за 6 ЛБ. Их просто можно кидать в СВЧ. Буквально там на пару минут, наверное, да, зайка? Да. И они получаются очень сочные, очень ароматные, очень аппетитные. В общем, класс. Это просто класс. Коробка от нее. Сейчас Маришка пойдет зацепит капусточку. Зайка, бери две. Уж очень это хороший снэк. Сколько она стоит? Не помню. 8. 8,7. Короче, 8 долларов она стоит. Так, а сейчас мы ищем муку для оладов. Мы, наверное, не в том ряду все-таки ее ищем. Это ореховый ряд. Кстати, нам бы может солененьким арахисом загрузиться, если он появится. Потому что уже... А вот он, смотри. Блин, и как мало. Зай, не мало. Он стоит, как остро-дефицитный товар, понимаешь? 6,79. Зай, тебе не кажется, что он будет дешевле? Нет, серьезно. Где будет? Блин. Короче, реально этого арахиса уже мы не видели, наверное, месяц. У нас стратегический остаток в банке есть. Его Сашка как-то одно время, ну так, часто брал. Хлебушек возьмем, да? И мы не стали его доедать. Оставили чисто для него. Но он перешел потом немножко на другие снэки. Вот. И мы долго-долго смотрели. Я говорю, где-то месяц не было его. И вот, наконец-то, он появился. Поэтому сразу две банки в кладовку. Вот наш хлеб, зайка. Короче, берем вот такой злаковый хлеб. 7,79. И что? На разворот? Или там уже развернемся? Где мы там пройдем? Сластюшки? Получается, задачу мы выполнили. Я очень доволен, что мы перец купили. Мы купили рыбу вместо курицы. И все. Идем на кассу вторую. А какие сластюшки, зайка? У нас плохая сластюшка. Ну, пошли. Слушай, а где алмандца? Мы что, съедем? Да. Блин. Где Базар? Нет. Ну, смотри, что ты хочешь. Изюм в шоколаде, это очень сладкое. Алмандц перерыв делай. МНДэмс перерыв делай. Мы тут ничего не возьмем. Это потому, что ты ешь. У нас либо что-то есть, либо чего-то. Надо подождать и отдохнуть. Я так хотел вот этого печенья купить, поесть. Бисквит с миндальным маслом. Купил ли? Попробовали? Боже мой. Короче, оно такое миндальное, такое сладкое. В общем, я не получил то удовольствие, которое я ожидал. Это был совсем другой вкус был. Вот это печенье я сейчас покажу. Это классное. Вот это надо брать. Оно очень вкусное. Но оно у нас есть, поэтому брать не будем. И у нас сейчас такое, только немножко другой вид у нас с черникой. Маришка уже что-то нашла, зовет меня. Пойду. Что-то уже увидела. Что ты нашла? Ничего не нашла? На кассу или в ту сторону? В общем, Маришка хотела взять вот эту вот грудку. Походу, она ее нашла. А цена похожая, кстати, да? Да, но это немножко другая. Все-таки мы ищем немножко другую, но решили взять. 9,99 за 6 баночек. Теперь смотрите. Вот так вот выглядит коста. Реально голые полки. То есть вот они как-то начали заполняться и сломались. И сломались, стали голые. И следующий ряд там тоже голый. И мы еще хотели взять муку, зайка, ты хотела. Ага. Ты еще хочешь такой колбаски взять? Давай. Ну да. Вот так. 9,99 за... За что, глянь на ней? Какое там ЛБ стоит? Пожалуйста. Маска мешает смотреть. Смотри через маску. 3 ЛБ. Короче, кот от меня уже с ума стоит. Хорошая цена. Так, ну что, идем дальше. Короче, мы зашли в какой-то нужный ряд. Сахар есть. Для тортов и кексиков начинки всякие есть. Кленовые сиропы. Всякие сладости. А муки нужной не видно. Ну и ладно. Ну и флаг и в руки, да? Да. Так, за что меда зацепим? У нас пол меда там осталось. Ну, в следующий раз зацепим. Давай, тут же тачка тяжелая, да? Да. Вон бутылочки конфетки есть. 12 долларов. Блин, ну костерина пустая. Смотри, видишь его химику, да? Так, ну что еще хотим хорошего? Ну, на выход так надо, погнали. Идем на кассу. Постой, зайка, секундочку. Костка закончилась на сумме 137 долларов, плюс-минус центы. Ну, в общем, как бы это не было грустно говорить, но на самом деле мы не хотим там показывать, что что-то завалено или чего-то не хватает. Показываем так, как есть. И, в общем, реальная правда. И реально голые полки во многих рядах. Курицы практически нет. Опять же, вот мой друг вчера говорил, наш, мой говорил, что они искали курицу. Они реально, он сказал, мы искали курицу. И, короче, они ходили тоже в несколько магазинов и не купили. Поэтому, не знаю, надо, наверное, сейчас, если хочешь. Но мы попробуем в следующий раз пойти с утра. Такое впечатление, что либо с утра разбирают, либо это уже реально не попадает. Поэтому ситуация какая-то грустная. И по многим товарам, вот тех же соленых орешков, их всегда стояла огромная полка. Сегодня они стоят как остро-дефицитный товар, что вообще вот сейчас вот я говорю и понимаю, что говорю какую-то дичь. Потому что остро-дефицитный товар в Америке, это просто, ну вот, такого никогда не было. Мы никогда не видели, чтобы что-то было в дефиците. Или мы хотели что-то купить, приходили и этого вдруг не было в магазине. А сегодня, да, такая ситуация, что реально какие-то продукты просто пропали с полок магазина. Что ты хочешь сказать? Это все, в общем, подтверждает серьезность всей ситуации. И вот у нас на канале было видео, я недавно записывал, о том, что в новостях писали о закрытии магазинов, говорю, о закрытии всяких перерабатывающих фабрик. То, что проблема у фермеров. В сэмсклабе мы не купили зеленку. Огурцы мы тоже здесь не увидели, да? Там были огурцы, но они, в общем, были такси. И, в общем, некоторые товары дорожают, и это Марина прочитала в новостях, и это, в общем, вот такое вот случилось. Это вот за шесть лет первый раз, и это все связано с этой эпидемией. И поэтому делайте запасы. Ну, серьезно, как бы это не было смешно, но мы просто смотрим новости Беларуси, и, слава богу, там все хорошо, все работают, хоть и цифры растут. Но просто оно не может быть так хорошо на самом деле, потому что у нас начали открываться некоторые штаты, и по-новому начали закрываться. Ну, про это я, наверное, запишу отдельное видео, там есть разговор на 10 минут. Поэтому, если оно происходит в одной части света, то оно по-любому произойдет и в другой. Поэтому, либо цыплят покупайте, либо мясо в морозилку. А вы были на канале. New life is my life. Не забудьте поставить колокольчик, улыбнуться нашим маскам, потому что мы тут вовсе улыбаемся. И все, увидимся на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok